МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности расскажет руководитель организации Наталья Прокошева. Лично к нам приходят люди, которые оказались по жизненным обстоятельствам на улице. Мы им... Самое главное, что мы для них делаем, это мы помогаем им пройти медкомиссию. То есть мы им сразу выдаем направление. Они у нас идут, проходят флюорографию, анализ на кровь, идут к терапевту, который дает уже заключение о том, что у него имеются противопоказания, либо не имеются противопоказания для того, чтобы мы дальше могли с ним работать. То есть мы заботимся также о безопасности других людей, которые находятся в нашем центре. Дальше, если человек у нас находится, и мы дальше начинаем восстанавливать документы, если есть в этом необходимость, либо трудоустраивать. Если это пожилой гражданин или инвалид, мы стараемся определить такого человека в государственном учреждении, где есть все условия для их содержания. То есть у нас это больше ночлежка, у нас это больше гостиница, то есть временное пребывание. Соответственно, мы всем нашим гражданам, которые у нас устанавливаются, и которым мы помогаем, мы делаем регистрацию к месту пребывания. Это уже в обязательном порядке. То есть эта регистрация к месту пребывания дает им право получать меры соцподдержки, которые у нас установлены действующим законодательством. Также возможность официального трудоустройства уже не в частной организации, а официально через центр занятости. Также это дает людям, у которых имеются какие-то заболевания, как онкология, либо они ВИЧ положительные, такие тоже к нам приходят, и очень довольно-таки часто. Это дает им возможность медикаментозной помощи. То есть вот эта регистрация к месту пребывания, она вроде бы такая незначительная вещь, но она открывает дорогу на социализацию людей. Мы должны помогать этим людям, потому что мы должны сделать наше общество более благополучным. То есть это не только помощь людям, которые освободились. Многие этого не понимают. Многие критикуют, что вот, помогаете бывшим зэкам, им помогать не нужно и так далее. Много разных таких свой адрес мы слышали, интересных отзывов. Но если им никто помогать не будет, они в большинстве вернутся обратно на ту же самую дорогу и обратно вернутся в места лишения свободы. Для того, чтобы вернуться в места лишения свободы, нужно совершить опять какое-то преступление. Мы вот за текущий год только уже приняли к себе из места лишения свободы 44 человека. То есть у нас обратно из них никто не вернулся. Если в прошлом году у нас три человека вернулись обратно, в прошлом году мы обслужили 52 человека, то есть мы их приняли, мы их трудоустроили, мы им помогли, то в этом году у нас никто обратно еще не вернулся. Мы тоже смотрим, и когда трудоустраиваем, мы с работодателями созваниваемся, мы спрашиваем, как там наши, они на все рассказывают, или они запили, ушли обратно куда-то, либо они работают, и они не могут именно радоваться. Поэтому самая основная наша цель все-таки не только помочь людям, которые когда-то оступились, а которые осознанно совершили какое-то преступление, они нарушили закон, но они понесли уже свое наказание, они многое, может быть, там продумали и подумали обо всем, и они хотят вернуться в наше общество, поэтому общество должно их принять. Принять и именно понять, что да, действительно, им нужна поддержка, им нужна помощь. Самое главное, что мы делаем, это мы их сразу трудоустроим. То есть основная наша цель – это сразу трудоустроить, если, конечно, они трудоспособные, они больные, как бы не инвалиды, и только трудоустройство – это самая лучшая ресоциализация, это трудоустройство. Мы все-таки стараемся их трудоустроить для начала без центра занятости. И в основном это у нас получается вообще на ура. Мы их трудоустроим тем работодателям, которые уже нашу категорию хорошо знают, которые нам доверяют. То есть это тоже, хоть они и частные предпринимательные устройства официальные, это либо по договору, либо официально они также устраивают. Только, конечно, не субботнефтегаз, а не Газпроб. Но мы устраиваем своих людей. У нас есть такие яркие примеры, которые работают. Мы именно нашли тех работодателей, которые берут их именно с проживания. То есть им некуда пойти, где они будут жить. У нас они тоже здесь долго не могут находиться. Здесь не то место, где может человек социализироваться. Человек все-таки социализироваться должен там, где другая уже жизнь. Чтобы ему ничего не напоминало о том, что он, откуда он прибыл, и что с ним стало, и кто он вообще работает. Он должен жить нормально. Он должен жить нормально, он должен быть нормальным человеком. Тогда только он станет совершенно другим человеком. Он уже и по сути другой человек, но его нужно только поддержать. Работают в центре те, кто еще вчера обращался сюда за помощью. Среди них Александр Мениханов. Дорога привела человека в организацию в тот момент, когда, казалось бы, наступило полное отчаяние. Я освободился с 11-й колонии, утерял документы, паспорт. Обратился сюда в альтернативу, еще была альтернатива. Поехал в Солкино, проживал там, в Солкино. Мне восстанавливали документы, паспорт восстановили. И потом меня пригласили сюда, в организацию «Шаг вперед». Трудоустроили, выделили вот колька места, жилье. Сейчас я здесь и тружусь официально, и проживаю здесь. Похожая история случилась и с Вячеславом Лемешевским. Шаг вперед определил контуры жизни парня после освобождения и дал веру в будущее. Отбывал наказание в местах решения свободы в Емолонейском основном округе. Там исправительная колония, номер 8, строгий режим. В общем, когда меня закрыли, осудили, я был выписан из квартиры. И, собственно, находясь в местах решения свободы, я прекрасно понимал, что идти мне некуда. И я интересовался, интересовался, интересовался. И в какой-то момент знакомые мне дали этот адрес. Не просто адрес, дали мне телефон руководителя центра. И я начал созваниваться заблаговременно. То есть я стремился условно-досрочно освободиться, как, собственно, и произошло. И не без помощи этого социального центра, потому что отсюда пришло рекомендательное письмо, что меня готовы принять, что, собственно говоря, и повлияло на возможность выйти условно-досрочно. По выходу я прибываю здесь, сюда. Меня очень быстро находят работу. Я работаю в металлотеновой конструкции в Сургут. То есть обучают, дают возможность зарабатывать. У нас первый грант был из фонда президентских грантов. Я вам, кстати, хочу показать, что мы приобретали. Там уже можно потом снять кабинет у нас. Это был грант из фонда президентских грантов. Он у нас был самый первый наш грант. Он был на полмиллиона рублей. На него мы приобрели пакеты поддержки. В пакеты поддержки у нас входило все самое необходимое для человека, который освободился. То есть там все предметы личной региены, первой необходимости. И мы как бы так немножко рискнули. Обратились в фонд, чтобы нам туда еще включили и приобретение смартфонов, и карт горожанин, то есть для проезда в общественном транспорте. Ну и нам фонд доверил, нам выделили эти денежные средства. Мы все это приобрели. Нам до сих пор люди всем благодарны, что благодаря вот даже этому телефону, такому родительшевенькому, удалось кого-то на работу устроить. Кто-то с родственниками созванивался, кто-то там в госуслуги зарегистрировался. То есть мы с вами знаем, для чего нужны сейчас телефоны. Поэтому очень такое хорошее дело, я думаю, что мы сделали, вот благодаря фонду президентских грантов. Следующий наш грант был грант губернатора Евгии. Он уже был побольше у нас, он был на полтора миллиона. Благодаря гранту губернатора мы открыли социальную гостиницу, вот эти два вакона, в котором у нас одновременно могли располагаться 16 человек. Вот, то есть это люди, они приходят, живут уже, как бы, можно сказать, своим хозяйством, но это все равно как своего рода общежение. Они там готовят себе кушать, отдыхают после работы. То есть они, так скажем, они социализируются и адаптируются к жизни, к такой нормальной. То есть самостоятельно учатся жить после кого-то. Сейчас мы снова заявились в фонд президентских грантов. На этот раз мы хотим, у нас такая есть идея, мечта, приобрести себе специализированный транспорт, чтобы мы могли выезжать в город, в район, в какие-то трудно удаленные населенные пункты нашей Югры, чтобы помогать бездомным, помогать тем же освободившимся гражданам, которые освободились, и они не знают, куда это детство. Но многие же не знают, но в отдаленке, где мы находимся, то мы такие есть. А вот мы хотим предложить свои услуги, как бы свою помощь. Это у нас будет все одно мобильная бригада. Это будет водитель, специалист в социальной работе и фенчер. Это мы все запланировали, и если нам окажут опять такое доверие, то вот такой у нас будет проект по созданию мобильной бригады. Когда к нам приходит первичный человек, то есть мы с ним еще не знакомы, мы ему выписываем направление на медицинское обследование. Он идет, проходит флюорографию, сдает анализ крови, идет к терапевту за заключением. Терапевт свое заключение ему выписывает, но он также рекомендует этому человеку сделать вакцинацию. У нас заключено соглашение с городской поликлиникой номер 3. И для нашей категории главный врач данной поликлиники пошел на встречу, чтобы в нашей категории, так как у нас трудная категория, да, и он сегодня может быть здесь, этот человек, а завтра он может вообще к нам не прийти. Поэтому мы договорились, что нам будут делать спутник лайт вакцину. То есть сейчас все, кто проходит первичный медицинский осмотр, все обязательно в порядке, вакцинируются. Но если у него, конечно, нет этого человека противопоказаний, если он в собственном желании, это все учитывается, и у нас все вакцинированы. И со справедливых колоний к нам все приходят, они все тоже вакцинированы, потому что у нас наша колония округа, вакцинация тоже идет хорошо, успешно. Раньше, конечно, мы очень часто выезжали в колонии до пандемии, мы просто, можно сказать, регулярно туда выезжали, мы общались с людьми. Мы общаемся каким образом? Значит, специалисты по стальной работе из справедливой колонии, у них есть определенная база данных. И они там отслеживают людей, которые за полгода должны освободиться. Среди этих списков они формируют именно тех людей, которым некуда пойти после освобождения. И они нам этот список направляют, что вот, как бы, ваша организация готова ли принять на свое обслуживание вот таких людей, и прямо фамилия, и отчество, дата рождения, когда освобождается, что испытывает, ну, то есть, у него есть нуждаемость, и он хочет к нам обратиться, этот человек у нас проживает. И вот, и мы уже потом выходили, как бы раньше чаще, выходили в колонию, прямо знакомились с этими людьми. Сейчас у них карантин, часто бывают. Бывают выграничительные меры, они не пускают просто так, но так как мы еще в нашей организации три члена общественного генеральной комиссии. И это нам очень помогает в нашей деятельности, то есть, мы уже более вхожи, так сказать, в колонию. То есть, даже при ограничительных мерах мы туда можем зайти, и можем пообщаться с этими ребятами, и заручить их, что да, действительно, мы вас ждем, приходите, и мы будем работать с вами дальше, и поможем вам со всем трудноустройством, с медицинским обследованием, с лечением, очень часто приходят, кому нуждаются то лечение. То есть, мы госпитализируем многих в туфт-диспансерах, и многие, конечно, выходят из колонии, к сожалению, сейчас ВИЧ-положительные граждане, это бывшие употребляющие нормотики. И, конечно, если бы он просто вышел, и у него бы уже не было никакой возможности, именно получать вот эту медицинскую помощь, медикаментозную, и вот это наша поддержка. И у нас также заключено соглашение еще с спидцентром, поэтому это все легко для нас, для них нет. Также к нам очень часто обращаются сотрудники правоохранительных органов, МОС и все, спецприемники, куда тоже попадают очень часто наши бездомные граждане. То есть, и вот, также мы взаимодействуем практически со всеми органами, учреждениями, которые завязаны на бездомных людях. и не забыли, и не забыли, Продолжение следует...